Мы представим интернет-издание сайт Репост, в городе Южный, пишем новости о нашем городе. Сегодня на вашей встрече было очень много работников завода, ну и вообще, в принципе, южненцев, как мы понимаем, это были наши граждане. Вот почему, как вам кажется, сегодня так много пришло людей? Ну, я могу сказать честно, что мы проводим всегда такие встречи достаточно массово. Во-первых, есть информация о том, что у нас проходят встречи, и я думаю, что людям действительно все же интересно не почитать брошюрку, вживую пообщаться с кандидатом, задать интересующие его вопросы. И поэтому я могу сказать, что, поверьте, это далеко не самые большие встречи, которые у нас проходят. И за всю избирательную кампанию я провел более 200 встреч с избирателями. Вот встречи были, я вам скажу, от 20 человек до нескольких тысяч. И самое главное, я считаю, что в нашей кампании, что это встречи, которые просто анонсировались путем объявлений, и на них никогда людей никто не сгонял. Люди приходили сами и действительно хотели услышать и задать вопросы. Это живые встречи без каких-то там подготовленных вопросов или каких-то, знаете, как у нас принято, что выходит кандидат-депутат и читает лекцию, а дальше ему нельзя ни вопрос задать, ничего не спросить, или стоит 20 человек охраны и к нему не пускают. Ну, пора уже менять эти стереотипы. Я могу сказать, именно такая ситуация толкнула меня идти сегодня в Раду, потому что я вижу, что там одни и те же лица, одни и те же лица под новыми брендами. И ничего, поверьте мне, с ними не поменяется. Адам, по нашей информации, сегодня был использован админресурс из Одесского припортового завода. На вашу встречу были привезены два автобуса людей, и также были приглашены работники Дворца культуры и дружба, спорткомплекса Олимп, ну и прилежащих здесь заводских подразделений. Эта информация, она из достоверных источников, и так как мы давно живем в городе Южном и знаем наших работников ДК в лицо, видели их, сфотографировали их на камеру, они у нас есть. Мы можем сказать, что чисто визуально мы можем подтвердить этот факт. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, я могу сказать, что это, во-первых, смешно, во-вторых, покажите мне здесь хоть один автобус, во-вторых, чего было выбрано время 4 часа, потому что я знаю, что как раз в это время заканчивается время работы, и сюда приезжают люди, и я, поверьте мне, вы видели, я думаю, что вы могли видеть всю встречу, и я думаю, что здесь не было каких-то постановочных мероприятий, и те, кто пришел, те пришели. А то, что людей приглашали, ну, я об этом могу сказать одно, что я об этом ничего не знаю, но я благодарен, может быть, тем активистам, тем людям, которые меня поддерживают, которые, может быть, донесли информацию о том, что сегодня будет встреча. Но я могу сказать одно, что я встречаюсь уже в городе Южном не первый раз, и это, поверьте мне, не самая большая встреча из тех, что была у нас в Южном. Поэтому ничего, скажем, ординарного или того, что было на других встречах, здесь нет. И я могу сказать одно, если бы был какой-то админресурс спорта, то, наверное, мы бы встречались в ДК, а не на центральной площади. Нет, за воду, за воду. Но я могу сказать одно, если бы были использованы админресурсы, наверное, мне бы не пришлось встречаться на улице, я бы точно так, как сегодня люди, которым действительно, в пользу которых используется админресурс, они встречаются в ДК, в школах, в институтах, в различных административных зданиях. Это банально, вы же понимаете, это банально. Поэтому очень просто пригласить людей... У меня сегодня есть действительно проблемы. Я могу сказать одно, что когда мы обращались к главам различных муниципальных или городских, либо же областных предприятий, чтобы провести встречу в трудовых коллективах, категорически было всегда отказано. Поэтому нам всегда приходилось встречаться с людьми на улицах, на перекрестках, во дворах. Ну, а я могу сказать одно, что, знаете, как говорил когда-то Михаил Михайлович Жванецкий, голос, который звучит из-под поля, по всем законам акустики, разносится значительно дальше и слышен гораздо чётче. Вы являетесь в прошлом представителем партии региона, насколько нам известно. Каким образом это отразилось на вашу политическую карьеру, на ваши взгляды, что изменилось с тех пор, как вы перестали быть регионалом, и как вы собираетесь дальше идти с таким прошлым в обновлённую Украину, если так? Вы знаете, а какое прошлое? 12 лет членства одной партии, не бегая никогда ни из одной партии в другую и помогая людям, проводя мероприятия. Я был не просто членом партии региона, я был главой молодёжной организации. И я могу сказать, что это единственная организация в городе Одессе, молодёжная, которая вела свою работу на протяжении всего периода существования. И я могу сказать одно, что сегодня моя политическая карьера и мои политические действия относились только на том, что все, кто меня знает, все знают, что я человек, в первую очередь, придерживающийся определённых принципов, никогда не меняющий взгляды, и человек, который всегда отставит и свой регион, и своих избирателей. И поэтому я могу сказать, что у меня, знаете, было бы очень плохо, если бы я пришёл бы, наверное, в ту же партию региона, когда она пришла во власть. Сегодня я могу сказать, что я был, когда они были в оппозиции, когда они были при власти, когда они снова были в оппозиции. Мне когда-то чуть с института не выгнали, за то, что я был председателем союза молодёжи регионов. Но я обманулся, как многие другие, как 2,5 миллиона членов партии. И я вам могу сказать одно, что на сегодняшний день партии, такой, да, действительно уже не существует. Она распалась, показала свою недееспособность. Так что скажите всем активным молодым ребятам, которые когда-то в ней состояли, я могу сказать, что только в городе Одессе более полторы тысячи членов союза молодёжи регионов были. Это действительно люди активной гражданской позиции. Что им теперь сегодня сделать? Остаться сидеть дома, потому что они ошиблись. Так виноваты, поверьте мне, не только те, кто в ней были, и те, кто за неё голосовали. Обманулись все. Но надо идти дальше. Хорошо. Вы сегодня сказали очень много в начале своей речи о том, что вам какие-то угрозы кто-то, какая-то из сторон представляет, да, то есть какое-то давление на вас оказывают. Ну, я не совсем понимаю, честно говоря, зачем было об этом говорить сегодня на встрече, что вы хотели вызвать у своих потенциальных избирателей. Но что конкретно, вот кто конкретно вам угрожает, есть ли со стороны бывших регионалов или каких-то ваших конкурентов, кто это? Я могу сказать, что вы как интернет-издание и люди, которые имеют журналистское удостоверение, вполне можете обратиться в органы МВД. Все эти случаи вложены в жалобы, заведено ЕРДР, и вся эта информация есть. Я думаю, что согласно закону о публичной информации вы вполне можете ее получить. Вы знаете о том, что недавно на одного из тоже баллотирующихся кандидатов депутата по 139 округу Александре Горине недавно было совершено нападение в подъезде. Вы что можете сказать? Знаю, и более того могу сказать, что мы с ним общались и до, и после этого. И сегодня я считаю, что все кандидаты сегодня должны действительно объединиться для того, чтобы произошли изменения в лучшую сторону. И я разговаривал с Александром после того, как случилось. Я считаю, что это вопиющий факт. И мне очень удивительно, что органы, правоохранительные органы сегодня так вяло на это реагируют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!